Человек и Петербург Таким он является символом города Вот еще ни один петербуржец Такого не заслужил Даже шнур еще до этого не дорос Потому что в честь Боярского Называют алкогольные коктейли С Боярским делают сувенирную продукцию Продают здесь в лавочках везде Боярский это та самая шляпа По которой его узнают абсолютно все И пятилетние И пятьсотлетние Шарм Зенита, мне кажется Лучшая реклама футбольной продукции Это Боярский Мне кажется, что артиста в принципе это должно раздражать Вот такое тональное внимание Но смотришь на Михаила Сергеевича и кажется, что Ему это очень нравится И он давно сам играет эту роль Михаил Сергеевич, вы в курсе вообще Что в любом баре Петербурга Можно купить коктейль под названием Боярский? Нет, я знаю, что есть какой-то там Кровавый Боярский или что-то в этом роде Нет, он называется Боярский Может быть Я видел только в одном кафе Хоу-то Кровавого Боярского Это неприятно? Я не пил коктейль, не знаю Я кроме водки вообще не смешиваю Там есть водка в составе Ну правильно Не откажете мне попробовать со мной его? Сейчас? Ну вот, потом поднимемся Попробуем Мне просто интересен Ваш смятный угадатель Я очень долго пробую Пока я распробую Мы с вами Я согласна На долгий запой с Боярским Это же прекрасно Опа Михаил Сергеевич, ну вот вы выглядите вот так Расскажите нам, что это такое Это коктейль Боярский Один из самых знаменитых коктейлей Которые были, наверное, в начале 2000-х Введены как символ Петербурга В барную карту Да, все люди из Москвы в основном приезжали И первое, что спрашивали в барах, это Боярского Его же как-то пьют по традиции, есть? Залпом Ясно Нет, Михаил Сергеевич, вы не знаете Я знаю, я как москвич знаю традиции Михаил Сергеевич, во-первых, мы должны чохнуться Прокричать тысячу чертей, выпить и сказать каналия Такой сигарет потом будет, нет? О, спасибо большое, ну давай Ну, ваше здоровье Так, чё? Тысяча чертей? Тысяча чертей Каналия, ой Каналия Ну что, узнаете себя? Какой я мягкий, оказывается И сладенький напоследок-то Зараза Молодец Знаете, что мне рассказывали? Что гранатовый сироп, это страстный герой-любовник Водка говорит о вашем таком характере А табаско щекотит небо, как ваши усы Так говорил создатель этого коктейля Ну что ж, спасибо им большое Ну, понравилось? Во-первых, это не так противно Потому что боярских должен вызывать сразу чувство тошноты Так Ну, нет Нормально Жить можно Михаил Сергеевич, как дела вообще у вас? Дела? Чего нет, того нет Никаких дел Так что, все в порядке Когда дел нет, все хорошо Но это для вас печально? Или наоборот, сейчас именно этого и хочется? Наоборот, я об этом молил Бога всю жизнь И он снизошел к моим просьбам Теперь у меня дел практически нет Если есть, то одно какое-нибудь дело И то, от которого я увиливаю Ну, когда вот, как вы уже, за горло взяли Сейчас мне дело вот такое Сейчас я даю интервью Рада быть вашим делом Спасибо большое Да, вот это и мое сегодняшнее дело Остальное все так С прохвала Что получится, то получится Как сегодня на вас реагируют люди на улицах? Как обычно, как всегда А как они реагируют? Жеребячий хохот сразу Такое ощущение, что они увидели инопланетянина Ну, действительно, наверное, странно Вдруг ни с того ни сего За картошкой стоит Кто-то Тот, кто не должен за картошкой стоять Или садится в такси Или входить в ресторан Поэтому лучше общественных мест избегать Даже в Петербурге еще не привыкли? Ну, нет, в Петербурге попроще немножко, конечно Но все равно на стадионе я уже практически перестал ходить из-за этого Я устал фотографироваться И потом хамить людям я не хочу А воспитанных людей не так уж много Вот, и каждый раз, когда сфоткаемся, сфоткаемся, сфоткаемся Селфнимся, шмелсямимся Там что-то Я живу тем более в центре Поэтому я перестал гулять с детьми Они не хотели со мной ходить Теперь с внуками проблема есть Даже когда с коляской Чаще всего делается так Моему ребенку очень хочется с вами сфотографироваться Ребенок сейчас говорит Знать не знает, кто такой Да, кто такой боец, не знать не знает А ему очень хочется И почему-то бывает в час ночи На вокзале Когда идешь в Москву Подбегает Мой ребенок Да-да-да, я вижу, что он давно уже говорит у вас В полгода Когда были самые отвратительные Вот поведения поклонников ваших В вашей жизни? Я лежал после аварии Довольно серьезные там Спасоносчик были проблемы И вообще мордой въехал в стекло У меня было все расцарапано Я в бинтах И оцарапан нос Огромные всякие кровяные подтеки И синяки И руки забинтованы Там на растяжке лежал И прошел вслух, что я помер И чтобы его нейтрализовать Ко мне в палату Пускали по пять, по шесть человек Людей, что Да жив он, жив, успокойтесь А ходили узнавать в больницу Ну, умер я или нет И, значит, администрация пускала Я лежал, ко мне заходили Кто-то цветы приносил Поправляйтесь Кто-то коньяк приносил Кто-то водку приносил Кто-то фрукты Вот потом Еще девочки Они сидели, смотрели И у них девочки Что вам угодно Все в порядке Да я, смотрите, уже бодрый Вон там виноград лежит Вон вино стоит Налейте винца, выпейте Он говорит Ну, вот тут вторушку можно взять Я постараюсь расписаться Если у вас есть что-то Желание Они молчат Скромные, скромные такие На меня смотрят А мне нужно укол уже Я говорю Сейчас, извините, пожалуйста Мне нужно будет уже Обнажить те части тела На которые вам, наверное, не очень хочется смотреть Что вы еще хотите Спойте что-нибудь Мне затрясло И это было больно Потому что Какой кошмар Ну, это не кошмар Это хорошая шутка Я даже ее Несколько раз рассказывал людям Которые Оценили Юмор О, боже Это ужас Ну, ладно Ну, все бывает Но это не самая Серьезная трагедия В моей жизни Даже наоборот Я заселился Я знаю Уже неоднократно Катавшись на речных трамвайчиках В Петербурге Что когда Трамвайчик проходит Мимо вашего дома Всегда говорят Что там жил Анатолий Собчак И сейчас живет Михаил Боярский Мы движемся по водам реки Мойки Скоро покинем ее пределы Пройдем под вторым зимним мостом И по правой стороне За мостом Здание бежевого цвета Украшен торец белыми пилястрами Адрес знаменитый В нашем прекрасном Петербурге Именно здесь проживает Михаил Сергеевич Боярский Народный артист Именно о нем сегодня Несколько слов И можно было бы сказать А впереди по правой стороне Нельзя упомнить Это замечательное место Каково вот ежедневно жить Когда в твои окна Заглядывает куча туристов Во-первых Я не отвлекаюсь на эти призывы Что в этом доме живет Михаил Боярский Я знаю об этом И важно не находиться В это время У окна Не то что у окна Хотя бы на набережной Вот в окно Никак на него не заглядывает Это исключено Там окна закрыты Зашторены Но это на совести Экскурсоводов Надо как-нибудь Узнать адрес экскурсовода Когда будем проезжать Как-то вот в этом доме На втором этаже живет Экскурсовод Таня Можно какую-нибудь шутку Сделать Ну бог с ним Конечно Постоянно ощущать Что на тебя смотрят Неприятно И друзья Я не пойду Что я в ресторан Пошел ты Не пойду я стою Пошел ты Черт это Приставать начнут Опять морду набьют За что-нибудь Действительно Бывают такие ситуации Когда хочется сесть Там с другом Старым Сесть Выпить денег Пойдем в какую-нибудь кафе Зайдем Барматухи возьмем Там что-нибудь Кирожки давай Ну и хрен Не получается Вы заметили тот Как бы фрагмент Вашей жизни Когда вы вдруг Начали Все время Играть Д'Артаньяна Даже в обычной жизни Это вопрос Которым Я должен согласиться Или Вы меня хотите Поймать на что-нибудь Нет Я не поймаю Сегодня Вот когда говорят Боярский И сколько шуток На эту тему У вас постоянно Какие-то словечки Вам подкидывают Что вам приходится Все время возвращаться К этому образу Был конкретный момент Что вы поняли Ну окей Я с этим соглашаюсь Конкретного момента не было Но количество Упоминаний О этой роли Смирило меня с тем Что я должен говорить Канай И тысяча чертей Ну пожалуйста Если вам так угодно Поздравьте пожалуйста Зенит Только так Чтобы от Д'Артаньяна Канай Я поздравляю вас Тысяча чертей Сто что вы чемпионы страны Ну хотите так Пожалуйста Я могу по-другому Это сделать Но поскольку Это требуется Для каких-то Может быть Капустных вариантов Тоже меня приглашают Ведь в капусте Как Д'Артаньяна Или наоборот Издеваются над этим Очень симпатично Я не против А потом Ну что же еще Желать-то артисту Если самый лучший мужчина В мире В литературе Ассоциируется с тобой А не с Акакия Акакияченко К примеру Хотя он сыгран Может быть Тысяча раз лучше На сцену канали Там тысяча гостей Я на мой хочу Весь интернет Сегодня Пестрит Новым роликом От МТС С вашим участием Да Где вы В очередной раз Произносите Канали Тысяча чертей Скажите мне Вот вам звонят Или там присылают сценарий Как это выглядит Они как-то извиняют За это Что в очередной раз Просит вас Нет Мне предлагают Материал Вы согласны С этим? Да И все Почему вы соглашаетесь? Это очень хорошо платят Это очень серьезные деньги Короче говоря Вот за этот ролик Я получил Ровно столько Сколько зависит Про трех мушкетер Поэтому Что думать-то об этом Было какое-то предложение Когда Ну вот долго Не знали Как к этому Подойти И попросить вас Об этом В очередной раз Сыграть Д'Артаньяно Ну были Рекламы Которые Соус Какой-то там Да Самый острый Соус Такой Пиво Тоже Меня чуть не убили Мои мушкетеры Говорят Ты что отказался? Сволочь Нам деньги нужны Да я говорю Ну ребят Ну Все есть предел Ну как Ну как ты Хоть бы посоветовался Так что Я еще и получал За это Когда я отказался ФС Пильзенеров Рекламировать Ну Во-первых Пивка бы напилить Ну ты Ну ты козел Ну ты козел Как ты мог Ну это по настроению Вы знаете Не потому что я Безумно Беден Отнюдь нет Я достаточно Состоятельный человек Чтобы иметь Право выбирать Но когда это Полминуты И всего На один день Куда-то приехать Или к тебе же приедут То это практически Не дело Это Так Угадайте Что у меня в руке Смартфон капитан Нет Канали И забери за 30 минут Любовь Что забери за 30 минут До тысячи вещей Очень часто вам задают вопрос Про шляпу И вы всегда говорите Что это спецодежда И вы привыкли Надел черное Пошел У меня один вопрос Когда Она к вам приклеилась Эта шляпа Когда вы решили Что в этом вам работать легче Вы чувствуете себя защищенным Почти сразу Почти сразу Почти сразу Сразу после чего Ну после того Как Облик романтического героя Прилип ко мне В кинематографе Ну в других Кинематографе Вы там не особо И в шляпах Ну в собаке на сене Достаточно много Шляпы Белые И черные Вот И мушкетеры Конечно И потом и первые Вторые Третьи Ну это же Вы же что Забывали ее со съемочной площадки снять В основном песни были из мушкетеров Там 5-7 песен Которые я исполнял Я уже исполнял В шляпе Ага Вот А потом думаю Я вообще всегда ходил В одну и ту же всю жизнь Как и сейчас собственно Поначалу была еще водолазка Но сейчас уже тяжеловато Жирковато на сцене Жирковато просто Потом Когда я пытался снять Не-не-не-не Не оставьте Или усы сбрить Нет Каждый решитель Ну так Ну какого-то нового боярского Надоел Своим шляпой И усами Давайте сбреем усы Так Грим сделали Так Грячок Сделали Так И усы сбрить Нет Секунду Нет Давайте оставим Все-таки Усы оставим И вот так И я пришел Поздравить Владимира Владимировича С днем рождения Я был приглашен Да Вот И я пришел Как обычно С гитарой С шляпой С усами Все Мы стояли там Большой толпой Ждали Когда он придет Чтобы поздравить И значит Я как бы На меня так все Посматривали Как это я Позволюю такую роскошь Я значит Я снял В руки держал Владимир Владимирович Пришел И сказал Что А что ты Без шляпы По протоколу Тебе можно И значит Я Как Дон Сезар Дебазан Имею право Быть Прикоролев шляпы Это Это Серьезный Серьезный Такой Бонус Все Калсту Там все А вы Вот так Все понятно Ну а первую Эту шляпу Вы где взяли Первая шляпа Которую я приобрел Был После Поездки В Париж Во Францию Там Случайно На автобусе Из автобуса На набережной Стоял Киоск Где продавались шляпы Я Делал первую попавшуюся И И сразу угадали С фасоном Вот так получилось Короче говоря Мы приехали В Францию И ко мне Представили Человек За мной Следить Где Что И давать Отчеты Потом Мне сказали Об этом Но я потом Куда я пошел На пляце Пегаль В секшопы Заходил Там все прочее С престудками Там где Я выпивал Он все ходил Ему интересно было Что ты никуда Так не пойдешь А со мной Во всем Злачные места И в аэропорту Он мне говорит Мишка Ты ничего с собой Не ведешь На таможню А тебе какое дело Ты поверь мне Я тебе хочу Добра Я из Шахшопа Штуку одну везу Боюсь Что не пропусти Где Закройся в туалете О смотри Не боюсь А вдруг Не пустят Издевались А так же Конечно Чем вы сегодня Любите заниматься Что приносит удовольствие По хозяйству Магазин Вы мне прям Пенсионера какого-то Сейчас описываете Да Я пенсионер Давно Вот Причем Убежденный И считаю Что это Одно из самых Лучших времен жизни И лучшие мои друзья Находятся в таком же состоянии Которые Были трудоголиками И наконец Послали Кто скрипку Кто фортепиано Кто театр Далеко подальше Наконец Осознав Что это все Глупость Суета Суета Там ли нет духа И наконец На пенсии Копая огороды Грядки Ухаживая С своими Малышами Как же ты без Кировского театра Да пошел он Триста Как же ты без театра Да гори он Ярким пламенем Как же ты не пишешь Не устро Господи Какое счастье Вот У меня таких друзей много И я у них Ищу поддержку И сам Такой убежденный Слушайте В общем-то Для меня Старость Это Приятное Время Как для Пушкина Осень Да Так для меня Старость Но чтобы сейчас Я получил бы роль Гамлета В десяти Средней картине Ни за что Даже если Это будет какой-то Подарок Небес Нет-нет Закончен бал Погасли свечи Скажите Скажите мне Такую историю Вот вы Интересно Начали тему А вообще Талант Имеет срок годности Я думаю Что да 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 И талант И жизнь И здоровье Нужно признаться Что срок годности Истек Сниматься я еще могу Но смотреть на это Уже не рекомендую Вы сейчас серьезно Вы не кокетничаете А что кокетничать Я просто На дальней дистанции Не бегун Я закончил Я что-то еще могу Наверное Наверное Но желание у меня Вот того сумасшедшего Которое есть У настоящих актеров Которые до последнего Но в этом есть И большой минус Я видел многих И женщин И мужчин Которые хотят До последнего Это уже беда Это уже не лицо А заштопанное На носок И все еще Они молоденькие Они все думают И их Это жалко Их немножко То есть Наверное Понять их можно Но как это так Мне всего Их 154 года Они все думают Что Мне 153 Ничего подобного Я еще сейчас Крем порекламирую Я еще Я еще Дам прикурить Тот последний Михаил Боярский Которого вы сами Уже не переиграете Ну Это Нет Я себя переиграю Всегда Это не проблема Другой разговор Что я уже Никогда не буду С теми людьми С которыми Не хотелось бы Переиграть Даже себя А когда вы это поняли Впервые Да не так давно Но вы знаете Это случилось С уходом друзей В основном Мне не интересно С людьми Моложе С пятками Еще не Огрубевшими Начинают сниматься Они сниматься Не очень умеют С ними не очень интересно Потом Это режиссура Современная Я Они какие-то Странные Мне непонятные люди Нет таких фильмов Которые меня Потрясли бы Есть Фильмы Которые выдвигаются На премии Которые На фестиваль Ну таких фильмов Которые я видел Уже больше нет И быть не может Как баллада солдат Вот такие режиссеры Как Чухрай Как Данелия Исчезли Люди не хватает Юмора Пикантности Тонкости Интеллигентности Вот Это все Сейчас очень Смелые режиссеры Которые пытаются Современным Способом съемок Завоевать Сердца людей Не этим сердца Завоевываются Потому что Ум свой Я никому не отдам А сердце Принадлежит Конечно Художникам Но они С сердцами Не в ладу Они могут Рисовать мыслью Оригинальностью Особым взглядом Но сердце Пустое У меня Поэтому я Подальше От них держусь Не суюсь В их кухню Иначе мы поругаемся Сразу Вы люди Которые Не очень-то Имеете права На это Называться художниками А прибить Мошонку К Красной площади Я и сам могу Ну это все-таки Не кинематограф Они очень рядом Друг с другом Находятся Лишь бы Поразить Со мной тяжело Со мной не интересно Я такой Ворчливый Старикан Которому Ничего не может Понравиться Какой из ролей Дочкой Вы гордитесь Никакой не горжусь Чем не гордиться Пускай сама Разбирается Своей Судьбой Профессией Она получила То, что хотела Я просто Очень рад Что у нее Двое детей И что Рано или поздно Она поймет Что Все, чем она занималась Это Романтическая юность То есть Вы хотите сказать Что у женщины Все-таки Главное предназначение Это дети Ну, если она Хочет быть Полноценной Женщиной Да Я не видел Счастливых Актрис Даже Быстрейскую Взять Ни детей Ни Достойного Ухода Учения Одиночества Вы вообще Находите Общий язык С молодым поколением Я его не ищу Почему? А зачем Он мне нужен? Ну, вы слушайте Если им нужно Со мной поговорить Пускай ищут со мной язык А я-то с ними Чего буду искать Мне 35 Но мне всегда так Страшно Что я Что-то упущу Если я не буду Интересоваться То, чем интересуются 20-летние А вы не бойтесь Ну, ты отстаешь От жизни Ты лучше голодай Чем что попало есть А почему считаете Что они чем попало Лучше будь один Чем вместе С кем попало Вот этот принцип Меня вполне устраивает Почему считаете Что они хуже, чем вы? Ничуть Они другие Я им не интересен Должен быть По идее Рэпом Я не владею Баттлы На всякие Рэперские Я не хожу Я Нет Нет А вот Кого вы Ну, наверное От внуков Как-то вам долетает Что-то Нет 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 Вообще Нет Даже не знаете Чем они интересуются Понятия не имею Я имею ввиду Старших девочек Да, да Они что-то свое там слушают А мы Вот Я нахожусь на уровне Пятимесячного Ребенка У меня с ним Все в порядке Никаких разногласий Нет Я закончил свое образование Где-то лет К 30 Я все Дальше Я не двинулся У меня ограничили скорости Все Я быстрее уже не могу И не хочу Я как застрял В прошлом веке И это навсегда Я никогда не пользовался Компьютером Я даже не знаю Что такое инстаграм И прочее Слушайте, а кто ведет Ваш инстаграм А что это такое Вы не знали Что у вас есть инстаграм Нет Михаил Сергеевич Серьезно Вот видите, как хорошо Я ничего не знаю Об этом А вот какой-то инстаграм Михаил Сергеевич Смотрите Боярский Как вам лучше Боярский офишел Вот ваши Что он сделал Официальный Ваш Вот вы с супругой Это я и сам знаю Вот опять вы с супругой И от вашего имени пишут Я вообще-то очень ответственен И не так уж мало времени Проводила с близкими Знаю примеры Когда дети замечательных артист Силы обстоятельств Оставленные без присмотра Гибли в прямом И в переносном смысле У меня есть ларка Моя второе крыло Это ваши слова Кто это писал Понятия не имею Ну по крайней мере не я И зачем это нужно выкладывать Когда я и так У меня и знаю Что у меня есть жена Ну как Это чтобы мы посмотрели На вашу жизнь Вот внук у вас родился Кто это все делал Понятия не имею Это не хотят Рассказывают про то Чтобы я знал Что у меня есть внук Что у меня есть дочь Нет это как будто Вы все постите От вашего имени Вот вы с зенитом Я надену шарф Чтобы подчеркнуть Приверженность команде Зенит Ну кто это пишет Ну не я Я писать не имею Подписчиков 6961 Немного Мне тут даже Александр Зыкин Это ваш человек? Сашка Зыкин? Да Вот его телефон Может это он ведет? Организация выступлений ваших Тут рекламируется Нет Этот аминистратор в Москве Когда у меня есть Какие-то концерты Меня встречают В Москве Возможно это он Из ваших интервью Дергает И пишет Это лишнее Мне кажется У вас кнопочный телефон Да Вы даже не пытаетесь Освоить айфон? Понятие Никогда в жизни нет Это меня отражает Раньше когда был С проводом Телефон дома Вот это красота Оставил дома И никаких проблем А сейчас телефон забыл Такое ощущение Что голый на улицу вышел Я не понимаю Что там ищут в интернете Что они хотят найти Красивые женщины Находятся на улице Запах цветов в поле Ну во-первых Там Рыбалка На озере Или на речке Водка в магазине Продается Или у друзей Сегодня Век быстрого обмена информацией Вы даже не знали Зачем торопиться Давайте женщины Побыстрее будем Или за столом Пожрали Чувак Куда торопятся Все хотят найти Быстро Так Появляется Новый тип фильмов Новый тип театра В интернете Появляется А вы ничего не знаете Когда ничего не слышно Ничего не видно По вашему нам и в космос Не надо было лететь И машину изобретать Колесо Зачем Не надо Никто изобретать Не собирается То, что необходимо А то, что лишнее 99,9% Товаров в магазинах Мне не нужны Я боюсь зайти В какой-нибудь супермаркет Потому что А зачем это Что это Это было Тогда, когда я приехал Первый раз в Америку Когда у нас лежал пирожок один Да Сырок И вода И кости еще были И вдруг я захожу в магазин Что же они едят-то Что же они пьют-то Мать дорогая Что На что они одеваются И мне показалось Что это так здорово Вот оно Счастье И началась у всех Эта витринная болезнь Когда все в магазины Приобретать Покупать Покупать И вот мы всего этого добились Вообще не хожу никуда Раздражает Ну безумно Я старый человек Мне нужно что-нибудь достать Вот что-нибудь достать Если есть возможность такая Я достану Постоять в очереди вам хочется Это не имеет значения Каким способом Но если ты не достал Чего хотел Это 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 не работа Это халтура Это халтура Пришел Купил Ушел Это что же это такое Никакой радости Что вы в советское время Такое эдакое достали Расскажите мне Все Все Ну Соску Соску Детскую соску Попробуйте Ну Все что угодно Одежда Еда Техника А где вы это доставали Это У каких перекопщиков Способы Это по телефону Коля Мясо Позвонил Этому Мясо А это за это Губную гармошку А ты струнной гитаре И так далее И так далее И так далее А когда сейчас приходишь в магазин Тысяча гитар Ну какой же смысл покупать Гитару На которой играли Битлз Там Реккенбекер Взять с маленькими мензурами Джоновский Или Хофнер Пола Маккарда Найти А сейчас По телефону Принесите пожалуйста Все гитары Битлз Через три минуты Со скидкой Сколько у вас гитар Битлз? Все Все? Что значит все? Ну все На которых они играли У меня есть А в смысле Не те самые А именно Разумеется Модель Вот Модель Даже гитара Пола Маккарда Которая Да левший Я не играю Так как он Но гитара есть Понимаете Раньше Для того чтобы Глюк нужно что-то достать Допустим В четыре утра Водки достать Ну хотя бы даже ящик В четыре утра В Советском Союзе Достать ящик водки Ну я мог бы достать Но это не нитраты Подумаешь Ящик Ну а как вы делали Расскажите Ну где в четыре утра В Советском Союзе Где сухой закон Достать водки Ко мне приходили мужики С улицы Знали людей Боярский Можете мне сказать Зачем Водки купить А таксеры не продавали Потому что не боялись А вдруг Да Они выводили меня В основной такси Вот Боярскому дадите И он Боярскому дадил Я передам Потому что Чтобы Таксеры отдали водку Дудили меня Сволочи Алкоголики Кошмар Купи водки Пожалуйста Битлз вы по-прежнему Слушаете Или они тоже вам надоели Ну давайте я вам скажу так Что после Биллз вообще ничего не было Толкового Очень многим нравятся там рэперы Шмепперы И быть не может Потому что ничего равного До сих пор не возникло По композиторскому искусству По исполнительскому искусству По сочетанию Четверых Безумно талантливых людей Про сочетание Тембров голосов их Джона Джорджа Это просто исключено Ну назовите мне кто Может быть какая-нибудь Леди Гага Шмага И так далее Сейчас еще Мадонна Какая-нибудь там еще Милые Симпатичные Майкл Джексон Хотя бы после Что кто? Майкл Джексон После Битлз появлялся Ну Дергаться у нас Теперь все Получились Я не понимаю Что такое Однажды услышать Какую-то группу И весь мир Сошел с ума От каких-то новых аккордов Что это такое? Вы можете вспомнить То состояние? Это сложный разговор Ну Меня тряхануло крепко Я помню просто Ощущение свое Когда я Воспитан был На заветской эстраде И вдруг Глубная гармошка Фантастическое голосоведение Пронзительные голоса И сами Сочинили Это все То есть Композиторы Поющие И играющие Это Впервые возникло И когда я услышал Первый раз Битлз на Вечери в музыкальной школе Включили Вот Никто меня не заставлял Где это? Кто это? Откуда это? И С этого все началось А вот когда встречаешься с кумиром Пропадает Да Волшебство? Да Этого дела Нужна быть сказка Потому что мечта гораздо больше Чем Возможность Прикоснуться к ней Не нужно этого делать Когда я с Полом Маккартни Пообщался с ним Пожал руку Это настоящее Да он оказывается Такой живой Как и все остальные Он просто Это Пол Маккартни А когда вы поймали Что блин Зачем я это сделал? Ну это Я Сначала ничего не понял А потом вспоминал Как это происходило Все И когда После вкуса Такое Когда я о нем мечтал Было лучше А что он вам сказал? Вы хоть обмолвились? Он сказал Первую фразу Он с потрясающим юмором Мужик оказался Потому что Меня не пускали Очень долго Никого не пускали Кроме меня А где Куда вы? Это В консерватории Там был Ралдугин Ректор консерватории Там была Матриенко Валентина Ивановна Была его супруга Хедер Он зашел В кабинет Ректора Так Там вот были Четыре человека И Его охрана Выпихивает Меня От двери Наша охрана Пихает мне туда В общем Чуть ли не драка Там все прочее Шума много Из-за меня Вдруг Сэр Боярский Пройдите Кто чего Я даже не знаю Кто это сказал Не знаю Я захожу Вижу Пола Макартина Говорит Ну если ты такой крутой Дай автограф Это он вам? Да Да Дальше я ничего не помню Потому что он играл За роялем Леди Мадонна Я пытался им подыграть Ну ты шляпу не снимай Вот еще одна причина Я тебя по ней узнаю На концерт Продолжение Как же Вот ты будешь ставить Шляпу не снимай Вот Поэтому я и с тех пор Жду Когда же он меня увидит Это очень смешно Это он прям с породы Или он Хауа Ю Наверное из-за этого шума Там наверное Малитина Ивановского Но это у нас такое есть С приветом Один Который любит Бирюс И он мне дал Автограф на Плакате Как тебя зовут Я говорю Михаил Ту Майкл Безлав Пол Макартина Ну это все А у вас прямо Иконостас дома Нужно кому-то отдать Пока не поздно Потому что Огромное количество Книг Фотографий Пластинок Записей Нужно же кому-то отдать Потому что Ну у меня это все В огромном количестве И я правда Вот Не вдали Как вчера смотрел Авторизованную биографию Белось в фотографиях Так приятно вспомнить Такое было состояние души И вообще в мире Такая атмосфера была чудесная А вам кто более Из них симпатичен Джон Пол Это было одно целое Это была Одна душа На двоих На два тела Джон был более Острый Сексуальный Авангардный Пол был более Лиричным С потрясающим вокалом И конечно же С удивительным Чувством гармонии Так как он Благодарил гармонии Невероятно А вы тоже Презираете ее Калану? Нет Почему презираю Она приезжала сюда С ней общался Вы со всеми Пообщались так А с ней Что было за разговор? Она была В гостинице В европейской Была небольшая Приятная конференция Но я К женщинам вообще Отношусь В этом плане Когда они являются Кем-то еще Рядом с кем-то Она только Знаменит от тем Что она Знакома С чем-то Вот и все Я и считаю Что женщины Способны На какие-то Серьезные проявления Как мужчина Будь то вокал Будь то Живопись Вы сексист Да Серьезно? Серьезно Я не Не популяризирую Своё отношение К этому Но я считаю Что женщины Не способны На глобальные поступки Не в науке Не в литературе Во время блокады Это был город женщин Ну что ж Женщина на себе Все поднимали Выносили И все Вот это сохранили Я не могу Да Женщина и есть Ломовая лошадь Наша Наша Русская женщина Она Коняна Становит Горячую Избу войдет Ну Это вообще Делают мужики Но они не способны На это Поэтому они являются Как бы Лошадью Которая везет На себе Мужика Чаще всего А он творец Когда как Но считать себя Женой Тарковского Или Кого угодно Не важно Это Это Но в этом Женщина не должна быть Примущений Если ты сама Себя ничего не представляешь Что Получать лавры Того что ты Брик Смысла Никого в этом не вижу Ну вот смотрите Лариса Ради вас Многим пожертвовала В свое время Было ради чего И вы хотите сказать Что вы ее сегодня За это Вот Осуждаете Ничего Как раз Она же не является Женой Боярского Она достаточно Достаточный человек О Смотрите Жена Боярского Нет Это Лариса Лупиан Она сама по себе И ничуть я не являюсь Ее подборкой Не костылем А вот Она для меня является Да Согласен Но она бы никогда Не согласилась быть Женой Боярского Здравствуйте Есть такие жены Я жена такого Пустите меня Жена такого Есть Я знаю даже кто Лариса Лупиан Бы не согласилась Никогда в жизни Да Нет Слушайте Будь то он проклят Слушайте Вы так всегда Смешно Рассказываете О ваших отношениях Вы вообще представляете Жизнь без нее Нет Нет Уже поздно Когда вы последний раз Жене говорили Что ее любите Я никогда не говорю Практически Очень редко Она меня просит об этом Что ты никогда не говоришь Скажи Нет Я человек поступка А что вы считаете поступком Отражающим вашу любовь Денег домой принес Ну это само собой Но это тоже любовь Причем все деньги Которые у меня есть Я конечно отдаю ей Какой вы правильный Вообще Серьезно Приносите вот так На стол Пойдете Ей просто больше не нужны Ей моя любовь Больше не нужна Какие вы счастливые люди Ну подождите А на баню Вы у жены просите Я в баню не хожу Как ходили же У меня своя баня Я там бесплатно Нахожусь Ну самолетов у вас нету Ну как Это Было бы желание Ларисы Она говорит Тебе не нужен самолет Нет Это нет Так бы это Господи Портрет Чего угодно Можете позволить Яхту будь добрать Не нужно Ничего Даже машину И ту она С трудом Не надо в ней Какой машины Может быть Лазович я не сду Красиво будешь смотреть С утра Нет Вот сделали бы В Петербурге Дома на воде Поставили бы лодочку Это вот Все к Ларисе Она Делать ее губернатором И город рассветет Потому что Мне ничего не стоит Переделать весь город Ее желание Ничего не стоит Вот как она скажет Так и будет Немного хочу С вами о вашем городе Поговорить и о стране Вы Как оцениваете Состояние сегодня Петербурга Только со мной Можете говорить Я знаю Какой он был Каким он стал Это День и ночь Я так горд За наш город За мою маму За моего отца К сожалению Они этого не видели Когда они Пережли блокаду Они пережили Войну Когда они Из старого Перешивали Своим детям Когда они готовили Бог знает Из чего Ну давайте о городе Как о городе Вот то что Я конечно Приезжаю из Жирно богатой Столицы Где конечно Очень много внимания Этому всему Уделяется Но что я вижу Я вижу Прекраснейшие Красивые Господи Обожаемые Мои дома Здесь Не покрашенные Грязные Облупленные Это я вижу Я приезжий человек Я спрашиваю У человека Который живет С тем что было Мне кажется Наоборот Каждый год Все хорошеет И хорошеет И появляются И новые здания И замечательные стадионы И Зенит Опять Стал чемпионом страны И это не просто Потому что Между этих самых Грязных домов Бегали пацаны С мячиком Нет Это заслуга Всего города Наш Зенит Доказал что И даже в области Футбола Мы впереди Планеты всей Поздравляю вас Кстати Спасибо Нет конечно же Стал более зеленый город И дороги изменились Потому что проехать Было невозможно И по центру Конечно говорю В самых простых вещах Это должно быть нормой Но мы этого Никогда не знали И сейчас У нас есть проблемы Может быть с сосульками Но это не самые страшные проблемы И с транспортом Все в порядке И с метро Все замечательно Но вот Этой зимой Я ошибусь Если я скажу Что очень много было нареканий На горку снега Да много было нареканий Действительно было все так плохо? Или вы не выходите из дома? Да нет Я конечно выхожу Ну меня это уже не Не доставляет мне дискомфорта Мне вполне устраивает Что никакой войны нет Что дети могут учиться где хотят Что питаться они могут чем угодно Что работа есть у всех При желании Я не вижу минусов Вообще При каком губернаторе Петербург вам нравился более всего? При любом Потому что от губернатора Серьезно что-то Вот так чтобы Кардинально Не так уж и меняется Вам чтобы не рассыпалось Ну ладно Москва, Лужкова и Собянин Разные все-таки Да нет Они просто к пирогу ближе всегда Кто там Это не принципиально Я не понимаю Что значит Не зависит от городоначальника Состояния города Ну потому что Ну от режиссера же зависит Как кино снимется Да вы знаете Не всегда смотря Какие артисты попадутся Я не вижу проблем В каких-то кардинальных Изменениях в городе Что нужно для того Чтобы он стал еще лучше Пределу совершенства нет Но от Собчака До сегодняшнего губернатора В каждом году все лучше и лучше Не было так чтобы какой-то провал был Что продуктов не было Хлеб не привезли Что бензин кончился Нет 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 После переворота Тогда когда это при Собчаке случилось С каждым годом все лучше и лучше И просто это очень ответственно Потому что город мирового значения Это не лучший город страны А это европейский город Серьезный Который приезжает миллионы Иностранцев Которые по Петербургу Судят в нашей стране целиком Я не ошибаюсь Скажу что вот этот переворот Он же вперед-то в Питере начался Чем в Москве Судя по всему да Вы в этом участвовали каким-то образом? Ну косвенно А что значит? Ну я был в эпицентре Я живу в парадной В которой жил Анатолий Александрович Собчак Я был в курсе всех событий И ходил по площадям И смотрел на людей Которые были интересны Вообще были люди С каким-то другим взглядом Какие-то отхудотворенные С таким стержнем внутренним Очень непоколебимым С какой-то верой во что-то самое хорошее И это проявляется всегда В экстремальной ситуации Можно быть спокойным всегда Что в нашей стране люди С хорошей закваской Но вы были наблюдателем Или вы были в гуще И ратовали за демократию? Нет, я был наблюдателем Я сказать Ну что от меня толку Я пришел, да На площадь Постоял вместе со всеми Послушал разговор Но меня восхищали Такое ощущение Что все из рядовых Петербуржцев превратились в вожаков Вдруг у всех такая какая-то Замечательная энергия появилась Хорошая, добрая Вы тогда были за демократию? Вам нравилось, что меняется? Да, мне нравилось это все А сегодня вы рады идти за монархию? Или это все шутки? Нет, это не шутки Мне кажется, что люди при монархии Должны быть лучше все-таки Там ориентиры нравственные Более высокие Чем у демократов Демократы мелко плавают У них занято, видно А дворянин, который служит Отчизне и стране Это человек высокого полета А расслоение общества? Бог с ним Пускай слоится Это хорошо Хорошо, когда одному есть нечего А другой в золоте? Нет, когда у одного есть слои А другого нет Вот значит расслоение Такое должно быть Подождите, мы же с вами говорим О политической монархии Все-таки А политика находится в сердце у человека Если ты патриот России Что для тебя отдать живот за страну За отчизну Самое основное и главное Это вот и есть Самое главное Это и есть монархия Когда жизнь царя Без слов отдаю Да, 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 да Это так Это ты знаешь, что ты Совершаешь то, за чем родился На благо отчизны А что плохого Жить ради себя и семьи И свободы выбора? Потому что семья должна быть на втором месте Сначала отчизна Потом семья Мне свобода не нужна Я против всякой свободы Я за закон Чтобы ни шагу влево Ни шагу вправо Это мне нравится очень Когда законы работают Ну а демократия этого не отнимает? Ну она распускает человека Он теряет какие-то самые простые Элементарные человеческие достоинства Которые всегда присутствуют При человеке, который находится При монархии Как-то бишь мигаешь, что вы говорите И Господь Бог для меня это одно и то же Потому что он все-таки Ставленник Божий А с понятием Бога Человек по-другому совершенно ведет себя И по отношению к тем имущим Которые существуют И к врагу В общем мне это не нужно Ни демократия И ни монархия Я считаю, что самое главное Человек с совестью Вот самое главное Истинный христианин Вот если ты живешь По законам Господним Никакой стране Ничего больше не нужно Вас по-прежнему Президент на дни рождения Приглашает свои? Нет Почему? Больше нет Вы же ходили В тесный круг Ну я не могу сказать Что каждый год Я бываю на дни рождения Но я думаю Что к 70 годам Наверное Когда будет ювелийный сезон Я может быть буду приглашен Если доживу Вот Но вообще Это конечно приятно И престижно Но это не обязательно А вы как артист там присутствуете? Или как гость? Нет Как гость? Как гость, да По-разному было И как артист присутствовал Я не знаю Можно вас назвать Друзьями с президентом? Вы дружите с президентом? Владимир Владимирович? Нет Как бы вы назвали Ваши отношения? Хорошие знакомые Хорошие знакомые Так как вы с Владимиром Путином Хорошие знакомые Сегодня Такая новая повестка Все это обсуждают И как бы пытаются Свои доводы Догадки Приводить Что Вот он Наверное Последний срок Что будет С нами В 2024 В 2024 Году Вы как-то Загадываете? Нет Но я бы не хотел Чтобы он уходил Потому что Примерно Равного Достойного Ему Я пока еще Не видел Я знаю Очень много Интересных Умных людей Но которые Эрудированные Здорово И политически Грамотные И занимаются Очень многими Интересными Изысканиями Но Это Несколько Другая профессия Потому что Можно научиться На шофера Можно научиться На врача Но научиться На президента Не каждому Дано Если бы так Было возможно Выстрелили бы там 300 президентов После окончания Института Президентского Вот Выбирайте Нет Туда попасть Трудно Слишком большой Набор И слишком Маленький выпуск Но вы же мне Только что Сказали Что это Хорошо Когда закон Не исполняется И ни влево Ни вправо Это уже Незаконно Если Перепишется Конституция И он останется Я не против Исполнения закона Только в том случае Если он на пользу Стране Пока Кроме Путина Никого даже Близко не вижу Я Общаюсь с людьми С большим удовольствием И чувствую Что они Они довольны тем Что происходит Сейчас в стране В основном Спроси у Любой домохозяйки Ты бы хотел что-нибудь По-другому Нет Нет Я с удовольствием Был за закон Если бы мне сказали А что вы хотите Ребята Давайте вместе с вами Я возглавлю Что вы хотите Ну вот Пускай мне кто-нибудь Скажет Что Программа Мы хотим Чтобы Место Путина Было лучше В чем Что вы хотите Изменить Что И сможете ли Можно я попробую Я не рискну Говорить про Свободу слова Потому что Как я уже услышала Вам она не нужна Мне очень Как журналисту Но я скажу Об одном Что Ну это Ужасная коррупция Ближнего круга Владимира Владимирович Вы имеете Ввиду тоже Не знаю Нет Я ничего Отверждать не могу Я не вижу Что это ближний круг Все познается В сравнении А где же Вы видели Чтобы было Отсутствие коррупции Зовите мне страну Где этого не происходит Просто крысы Есть везде Везде крысы Уничтожения Не подлежат Бесспорно И мне это Бесит Раздражает Стыдно Ужасно Когда рядом люди Воруют миллиарды И как будто Никто не видит Тоже кажется Это удивительно Но значит Есть более серьезные Высокие идеи Всех крыс Сразу не выморить Постепенно Вы знаете В Финляндии За Когда Главный человек В ГИБДД Начальник местного ГИБДД Нарушает правила На 5 километров в час Он едет Свыше установленной скорости Его снимают С должности Он перед всем народом Извиняется И так далее У нас же Невозможно Этого представить Вы же понимаете Ну если говорить честно То постепенно Идет Эта история Идет Идет И сажают И довольно серьезные Выжекопоставленные Чиновники Быстро Это достаточно серьезно Обсуждается Общественностью Мы видим Что и процесс идет Благотворительностью Вы занимаетесь Нет Я не умею Я принимаю участие Если Когда Любой артист Который занимается Профессионально Благотворительностью Меня просит Выставить где-то Конечно С удовольствием Не помогу Дочка занимается Довольно профессионально И тем уже не первый год Поэтому я с удовольствием Помогаю ей Ну вот смотрите Такой у меня Я этот Сама себе вопрос задаю Поэтому вам Мне просто интересно В стране Которое очень богато На природные ресурсы У нас много нефти Глава государственной Компании Роснефть Сечин Получает Я боюсь соврать Чуть ли не 14 миллионов Рублей зарплаты Почему мы должны Всем миром Собирать на Лекарства Или какие-то Медицинские Препараты Детям Мы были на встрече С Владимиром Владимировичем Путиным Я никогда Почему вы вам не встаете Спросить Скажите пожалуйста А почему Сечин Получает 20 миллионов В день В неделю А бабушка Не может лекарств Как бы мы на это Владимир Владимирович Какая годовая зарплата У Игоря Ивановича Сечина Спасибо вам огромное У Сечина Честно говоря не знаю Но знаю что Сотрудники Крупных компаний наших Конечно получают Очень солидные деньги Но мы должны смотреть На их уровень заработной платы Не по сравнению Со средним заработком В стране Хотя должны это иметь Ввиду всегда Но смотреть Как их коллеги Сколько В таких же корпорациях В мире Получают У вас нет этих вопросов К президенту Ну я думаю Что не к Путину А к кому Во-первых Я бы Испугался Задьбы Такой вопрос Почему Ну потому что Меня посчитали бы Выскочкой Потому что Это и так всем понятно Значит что-то происходит Все же знают Что это так происходит Прежде чем задать вопрос Я бы наверное Пошел бы к умному человеку Какому-нибудь Сказал Как мне добиться того Чтобы этого не происходило Или он действительно Настолько нужен стране Что получает 20 миллионов денег Потому что Наверное 20 миллионов рублей Это не так уж много По сравнению С заработком Артиста Западного Я думаю Что Альпачино Получает и больше Потому что Он Альпачино И может себе позволить Такую Ну что же мы будем Западом У нас свои проблемы Ну у нас таких Артистов нет Выскооплачиваемых Наверное Я пошел Посоветовал Спросил У умного человека Как сделать так Чтобы я мог задать И нужно ли это делать Сам бы я не рискнул Но я бы пошел На это С удовольствием Если бы я Нашел того человека Который мне мог бы посоветовать Ну вот Пошел бы я Скажем А ведь Почему они Они-то не задают вопрос Тот же Сатановский Которого я слушаю И по радио И по телевидению Всегда восхищаюсь Его эрудицией Фантастичным Знанием Всех наук Почему он не спросил И он Что мне Тогда я думаю Вот я подошел К нему и спросил Как мне поступить Он бы мне Наверное Что-нибудь такое сказал Я бы призадумался Наверное Михаил Сергеевич Я могу ответить Почему не задают вопросы Потому что те люди Которые Хотят это спросить И могут Их не допускают К телу Потому что Свободы слова нет Нет-нет Наверное Это вы так думаете Я так не думаю Человек что-то захочет Обязательно добьется Я не вижу Что у нас Не существует Таких проблем Которые Нельзя было бы Решить Каким-то образом Ну значит Ума не хватает Для того Чтобы прийти к телу И задать вопрос Просто не хватает Ума Оставка Бендерова Затк Прежде желаний Просто нужно Уметь Телеканал Дождь Отовсюду убрали Закрыли Когда он стал Нежелательным Поэтому Почему ума Давайте думать так Я-то думаю По-другому Я просто Не стал С этим вопросом Подходить Всему Своё Время Как вам закон О фейковых новостях Который Сергей продвигал Я за Доело Враги Смотрите Что я боюсь Как журналист Это же Лично меня касается Моё мнение Такое Что Вот этот закон Плохой Я подтверждаю Это своими данными Ко мне приходят Люди И говорят Что Официальные данные Вот такие А ты врёшь Как журналист А у меня может Свои источники И меня сажают Ну или наказывают Вам кажется Это правильно Нет Сажать вас не нужно Я буду за вас заступаться Я не знаю Честно говоря Я поскольку Не интересуюсь Вот вашими Гаджетами Будьте Не интересуюсь Мне плевать Что вы там творите Вот ты что-то Сказал мне правду Я морду набью А если что-то там написал В туалете Мало чего напишут Я в вашу грязь И по мыку Не лезу Мне это не интересует Вообще Это закон Который выдвигал Ваш сын Вот с ним И поговорить На эту тему Хорошо Пожалуйста Потому что я не бум-бум Я забыла Вас спросить А вас же вербовали В КГБ Как это происходило? Мне позвонили По телефону В коммунальную квартиру Я мы с Ларисой Спали в постели Алло Слушай Вам нужно прийти На собеседование В комитет Городзола Да Я слушаю Когда Во сколько Куда Вот по такому-то адресу Жилконтора Такую-то Где я Что я брякнул Что я сделал Может пьяный был Нет Вы испугались Ну конечно Сразу не пойти Что Да и пожалуйста Не говорите Ни о кому-то О этом звонке Ни маме Ни супругенькам Собрался Пришел Там было вообще два человека Здравствуйте Здравствуйте Майор такой-то Там С Саской Все Глядят бильярд Такой детский С шариками Такими Да-да Садитесь поговорим Да Конечно Вы понимаете Какая у нас Ситуация в стране Как Кто же я как-то Ну конечно Понимаю Вот Врагов Много Ужас Сколько врагов И в театре У вас наверное Есть Не знаю Лицо Не видел Есть 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 Инкноты Рассказывают Разные Друг Как Тоже не Рассказывают Но есть Такие Инкноты Которые Рассказывают Не временно Сейчас Знаете Какая ситуация Вот Хотелось бы Чтобы Раз Месяц Полмесяца Приходили И Писали О том Кто Что Рассказывает Как себя ведет Не сказано С какого Вот У вас Есть люди Которые Нам помогают Да бросьте Вот Такая Вот Такой Не Перечисляют Полтрупы Нет Не полтрупы А там Три-четыре Человек Назвали А я и так Догадывался В общем Короче Говорю Через Венделе Встречаемся Со спишком Куда я денусь В общем Навели Страху на меня Я значит В театре Как раз Посмотрел На тех На кого Назвали Думаю Точно Суки Суки Такие Что Хочи Сам Никому Ничего Не сказал Вот Прихожу Ничего Не запомнил Вот уж Убейте Гоните Меня Из ваших Органов Потому что Я бы Сам Хотел У вас Работать Но Я бы Даже Меня Не Приняли Потому что С моей Памятью Только Как выглядели чекисты Какими Они вам Показались Незаметные Нормальные Нормальные Мужики Просто Они Глупые Очень Никто Не согласится При такой Работе Что за Идиоты Просто Надо было Скажем У вас Родителям Мама Прочие Лекарства Да нет Все равно Мне не согласится Нет Включу Но Семье У нас Никто Не смог Это сделать А у вас Сегодня Много Друзей В Смольном Нет Не совпадает Ментальность Я Очень далек От членов Ничего мира Очень далек Помогали ли вы Своему сыну Продвинуться По службе Помогал Меру Своих сил Своего Разумения Я не только Сыну И дочке И внучкам Буду помогать Это моя работа Ну Дочке Понятно Это одна У вас стезя А сыну Вы делали Какие-то звонки Чтобы Он стал Чиновником Или как-то Так получилось Что он Без моего Ведом Он пошел На государевую службу А там Мне уже советовать Не приходится Никак Потому что Я потом Просто не забираюсь Я учу ему Самые главные вещи Которые меня ругают Я его учил Не воровать Будь ты проклят Папа Ты меня научил Таким вещам Когда Тут простые вещи Самые Я не могу себе Позволить сделать Из-за каких-то Табу Которые умножил ты Никакие ваши связи Ему не помогли В этом деле Я думаю Что От того Что он Имеет фамилию Боярский Есть какие-то Ну скажем так Возможные Мнения о нем Как о человеке Приличном Но это нужно Доказывать Там Где он Работает А не За столом Я За столи Более силен Для Чиновничьих Кулуарах Совсем ли вы Согласны Вот то что Сергей предлагает Да Он пытается Не говорить Эту тему Потому что Он понимает Что я не бум-бум В этом не понимаю Я могу Спросить У него Мне даже Любопытно Иногда Как Супруги Узнать О Сферах Которых У нас не бывает А вот как же А вот как же И вот по поводу Воровства Тоже А что вы не скажете С ним На эту тему Сложно говорить Потому что Вероятно Он знает То чего Не знаю я А что вы у сына Не спросите Потому что Он Знает об этом Во-первых И знает И все знают Об этом А вот Что с этим делать Довольно сложно Потому что Мне нужен Какой-то Очень умный Человек Какой-то Духовный наставник Который объяснит Мне Почему так Нелегко Срубить голову Я наверное Был бы не способен Взять И отрубить голову Хотя наверное Хоть я и Поклонник монархии Даже меньше Голову не рубил Почему-то Петр Хотя тут Наворовался так Что дальше Ехать некуда Пробу ставить некуда Что же он его Что же царь такой Который Ради отечества Не мог Другую голову Срубить Хорошо Еще один вопрос Который мне очень хочется С вами обсудить Ваши Предки Деды Воевали все Да И вы очень трогательно Всегда об этом Рассказываете И насколько я помню У вас никогда не было В традиции В семье Вообще Рассказывать о войне Так точно Вы находите Находите это Объяснение Почему Нет конечно О чувствах Разговоры были Конечно О действиях Не было разговоров О чувствах Было Чувство Отвращения Чувство Страха Чувство голода Чувство потери Было У многих Когда вот Мы с ним Только что были В окопе А тут Раз его нет Я не спрашивал Куда они стреляли Попадали Или в людей А вот О чувствах Потери О жалости К раненым Как рассказывали Женщины В основном Когда молодые Мальчики Которые там Погибали Умирали Это вот Об этом рассказы были Об ужасах войны О том Что люди Гибли на улицах Прямо Что под себя ходили Что Разрушились Все устои Человеческие Из-за войны Это было Понятно Поэтому они Как можно реже Об этом вспоминали Как можно чаще Ходили Садили к столу Заставали водку Выпивали И радули Что они выжили Что у них есть дети Что их можно учить И что есть что поесть А подробности Я называл только Из списков Наградительных бумаг Где было написано За что Это бы Не каждый Из Моих Предков Рассказал бы Что вот там Он убил 14 фашистов Из автомата А тут он Снайперы Зарезал А тут он Это сделал Наверное Это было Потому что Есть воспоминания Где При воспоминании О первом убитом Жить не хочется И я бы Наверное Я понимаю О чем шел разговор Что я Вот Миша Боярский Мне 19 лет Я стреляю В такого же пацана Немца И как будто Это нужно Нет Это страшно Это смерть А они надевали ордена На 9 мая Да Нравится ли вам То что сегодня Происходит в нашей стране С 9 мая Вам кажется Такой нужен праздник Да Явление Если ребенок Если мой внук Сказал Дедушка Дай мне пилотку Я бы Дал конечно пилотку Но постарался бы оградить Я так как раз Знаете Часто задумываюсь Что в какой момент День Победы Из вот этих Тихих посиделок И такой Тихой радости Перекочевал В парад Каких-то военных вооружений Когда мы можем На машине написать 41-й, 45-й Можем повторить Вот это Спасибо деду за победу И вообще Разговоры о войне Вдруг стали нормальными Я думаю Что Очень здорово Потому что Единственное Что бы я Чего бы я не хотел Что я не смогу Защитить своих детей Внуков Женщин От врага Если бы его не было Было бы смешно Если бы я этим кичился Но он есть И поэтому я Последние гроши Отдам На вооружение Нашей страны Я хочу Чтобы Мой отец И мои братья Которые были Старше меня Были с такими кулаками Здоровенными Чтобы никто Близко к нашей хате Не подошел Чтобы кто бы ни пришел Так бы рыло начистили Вот для меня Безопасность Наших Беременных женщин Грудных младенцев И просто Людей нашей страны Важнее всего Я хочу сдохнуть И знать Что Никакая сволочь Не подошло Кого вы называете Сегодня врагом России Всех Кто против нас У меня ощущение Что это мы Против всех Значит правильно Мы делаем Почему Потому что мы Защищены Вам не кажется Правда в силе Конечно Конечно А кто же Против сильного Попрет Со своими Устоями Принципами Нравственными Попробуй Не суйся к нам Мы богатая страна И ресурсами И людьми Завидуете В сторонке Потому что Мы умеем Защищаться Нападать не будем Нет Мы и не нападали Но харю начистить Всем Кто только посмеет Как вам кажется Правильно ли Тратить Такие огромные Миллиарды Долларов Сегодня на вооружение И на оборону Как тратит Наша страна И вот такие На здравоохранение Образование Правильно Если не тратить Никакое здравоохранение Не поможет Тем более Что я всегда Я являюсь частью Военно-промышленного комплекса Все Просто как грабли Чтобы нас не трогали Мы сами разберемся Со своими больными Со своими школьниками Со своими социальными Со своими пенсионерами Пока мы сильны Мы сами все сделаем Стоит нам ослабнуть Сожрут И тебя в первую очередь А как я тебя буду защищать Если мне уже Под сто лет Михаил Сергеевич Вы правда чувствовали Что нас сейчас сожрут Я никогда этого не чувствовала Что вы вообще Кому-то нужны А я с молодых ногтей Как только я родился Я сразу против фашистов Во дворе воевал Сразу С пацанами Но это у вас Эхо той войны А куда она Она до сих пор Да немцы уже Десять раз покаялись И до сих пор По-моему Вот этого я До сих пор Простить не могу Вы не Ничего себе покаялись Мне кажется Что в советское время Вернее вот как только Вот послевоенное Все праздновали этот праздник С таким Что вот мы Выжили Для того Чтобы я не знаю Тогда это было Как мне кажется Там сохранить социализм Вот мы тебе это передаем Давай гордо неси Это красное знамя Такая была идея Как мне кажется Сегодня Когда вы Вот с внуками Может быть Идете на парад Как вы объясняете Ради чего Это все было Сегодня Какая идея Ради Детей Внуков Вот ради этого Чтобы они были Счастливы А для того Чтобы они были счастливы Чтобы взрослые Понимали Что это не Не навсегда И поэтому Вот мы Несем Как Звери своих Щенков В зубах Детей на плечах Вот ради них Только ради И они В свою очередь Когда вырастут Будут заниматься Только тем же самым Защищать Своих родных Близких Женщин Детей Внуков Вот это самое главное Наверное Одна из самых главных Профессий Военной Если бы не Эта дурацкая Работа Которая называется Актерским мастерством Я бы был военным И хорошим военным Наверное Я мужик Пунктуальный Дотошный Вредный Меня не забалуешь Опять со шпагом Вот И Я думаю Это основное Просто мне кажется Это так просто Все Самое простое Все Чтобы были сыты Здоровы И защищены Все бабки Нужно тратить Только на защиту Только Вот Пожалуйста Памятники Спасно крови Разводные мосты Михаил Сергеевич Не дешевый Михаил Сергеевич 250 рублей Между прочим Шоколадочек Вот магнитики Пожалуйста Вы видите На самом деле Что тут Боярский Сидит с шавермой В Бадлоне С шавермой Кура рядом Гречу клюет И на поребрике Рядом с булочной Прекрасно Что вы считаете Самым главным Символом Петербурга Людей Конечно Людей Людей Ну ладно Людей туристам Не продашь Знаете ли Я имею ввиду Что вот такое Как Эфелева башня Которая нависит Ну я думаю Что все таки Это адмиралтейство Шпиль Кораблик Символ такой Самый серьезный А вы символ Петербурга? Нет Конечно Ну ладно Если пошутить То конечно Кто же еще Как не я Я часть Петербурга Мне очень приятно Что я Петербург Что некоторые Ассоциируют меня Ну по крайней мере Когда объявляют Меня На концертах Что пафосу Придать побольше Так что это вот Лучший болельщик Д'Артаньян Всея Руси Ну пускай Господи боже А вообще Дед Хорошее звание Дед Насчет прадеда Врать не буду Но дед Это замечательное звание Вы знаете У кого сейчас Такое звание Ну да Догадываюсь Напомните мне Я боюсь соврать У Дюма Д'Артаньян Это сколько Последняя цифра 64 64 То есть вы уже Все Ну в смысле Вы уже переросли Героя получается Своего Да я еще не дорос А что вам Не хватает до него Звание Капитан Королевский Машкетер Не я имела в виду Да Качес Д'Артаньяна Уж истинного Раз уж шутить На эту тему Констанции Стало быть Ну ладно Что вы так Ларису Нет Ну она же круче Михаил Сергеевич Вам интересно Жить сегодня Цели нет Передо мной Пусть у сердца Правден ум И домыть меня Тоскою Односночной Жизни Шум Моя жизнь Состоит из Передачи Стофеты От одного К другому И вот Как это происходит Вот это мне интересно Мне интересно Как из тережки Получился Нормальный Приличный человек Как из Лизы Человек Который Ни на что Был не способен Вдруг Проявился интерес К драме Вгрызлась В это Мне интересно Следить за ними Как они воспитывают Своих детей Что балуется Из внуков Мне не дано Посмотреть Что будет дальше У каждого Есть свой срок Но вот этот Интерес Основной В моей жизни Володь Давай расскажем Людям Во-первых Кто изобрел Данный коктейль Автор Народ Скорее всего Отдыхавший На Как одна Из истории Гласит На острове Казантип В деревне Поповка Когда закончились Основные Запасы Алкоголем И людям Нужно было Что-то Сделать С утра И глядя На закат Ребята Нашли Остатки Сиропа Гренадин Водка И чтобы Он был Менее Скучным И более ядреным Добавили туда Сироп Табаско Ну-ка покажи Как это делается Чтобы люди Знали Что Знали Боярского На вкус Я бы сказала Это Сироп Гренадин Наливаем Полшота Сиропа Гренадин Пол рюмки Гренадина Вторым слоем Наливаем По ложке Кто может без нее Может без нее Это идеально Но Так как у нас Показательная История Мы делаем С помощью ложки Делаем Слой водки И Финальный Конечно Аккорд Это Табаско А он еще Колечком В серединке Да Он опускается Слоем между Водкой И Гренадином И Создает Вот этот Неповторимый Вкус А сколько Это стоит Здесь В целом Во всех Барах Это стоит В районе 100 рублей Это Один из самых Бюджетных Шотов Который Как раз Набрал Популярность Благодаря Цене Эффекту Среди Молодежи И студентов В общем Да Цена низкая Эффект Огромен Да Конечно Я кстати Друзья Чувствую Что я выпила С Михаилом Сергеевичем Рюмку И меня уже Повело Вот Вы сами На себе Почувствовали Этот эффект Поэтому Можете Ручиться За это Эффект Эртаньяна Подтверждение Сразу Так Володь Я значит Пить уже Не буду Потому что Мне хватит На сегодня К сожалению Мне тоже Еще нельзя Потому что Я все-таки На работе И не практикую Мы можем Выбрать Одного человека Из зала Который С удовольствием Ну давайте старшему Оператору Да Конечно Вот он Явно хочет Жень Сегодня уже не буду Ну давай Женечка За здоровье Михаил Сергеевич Я у тебя еще Красивая там В кадре Нет? Уже Крашисто На глазах Неплохой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok